Здравствуйте! Сегодня на уроке вы узнаете, какой орган чувств самый большой. Вы, наверное, видели одежду, которая не промокает даже в самый сильный дождь. Есть одежда, например, из льна и хлопка, которая пропускает воздух к организму человека в жаркие летние дни, изобретены прекрасные ткани, которые не выцветают и не мнутся. А знаешь ли ты, что являешься счастливым обладателем необыкновенной одежды, которая не пропускает воду в организм, как лучший непромокаемый плащ, не впитывает влагу, бережет тебя от холода и жары и помогает дышать, пропуская воздух. О какой одежде идет речь? Это кожа, орган чувств человека. И на вопрос, какой орган твоего тела является самым большим, я отвечу, что это кожа. Кожа представляет собой орган осязания. С помощью нее можно определить, какой предмет теплый или холодный, твердый или мягкий, гладкий или шершавый и его примерные размеры. Кожа очень важный орган. Она надежно предохраняет твои органы от повреждений. Первый принимает на себя удары, царапины или ожоги. Кожа защищает твой организм от вредных веществ и опасных бактерий. Она помогает нам дышать, поддерживать постоянную температуру тела и предохраняет нас от перегрева и переохлаждения. А из чего состоит кожа? Вы знаете, что организм человека состоит из огромного числа клеток. Клетки очень малы. Ученым удалось их увидеть после изобретения электронного микроскопа. Микроскоп — это прибор, который увеличивает предметы в тысячи раз. Поможет представить тебе размер клетки такой пример. Поставьте на листе бумаги точку остро заточенным карандашом. Если бы можно было эту точку с помощью острой тонкой иголки разделить на 200 частей, то каждая такая частичка была примерно такой величины, как одна клетка. Вот насколько малы клетки. Поговорим о строении кожи. Кожа состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет свои очень важные функции. Поверхностный слой называется эпидермисом. Это та кожа, которую ты можешь видеть. Посмотри внимательно на свою ладонь. Ты ничего особенного не чувствуешь? Однако в этот момент, когда ты смотришь на свою ладонь, в нижнем слое эпидермиса идет активная работа. Формируются новые клетки кожи. Созревая, они начинают двигаться к наружному слою. Одновременно с этим движением старые клетки кожи поднимаются на поверхность и погибают. Та кожа, которую мы видим, это, оказывается, состарившиеся клетки эпидермиса. Они жесткие и прочные, что дает им возможность защищать наше тело. Однако они выполняют эту работу недолго. Очень скоро они отшелушатся и отпадут. Но не думай, что твоя кожа когда-нибудь может износиться. Эпидермис постоянно создает новые клетки кожи. В этом процессе из 100 клеток эпидермиса участвуют 95. А что же делают оставшиеся клетки? Они образуют вещество, которое носит название меланин. Меланин придает цвет кожи. У одних людей она светлая, у других более темная, смуглая. А в какой коже больше меланина? Его больше кожи смуглого человека. Когда ты загораешь на солнце, твоя кожа темнеет. Это защитная реакция организма. Темный цвет кожи защищает твой организм от ультрафиолетовых лучей и от солнечных ожогов. Подумайте, а кто лучше защищен от воздействия солнечных лучей? Люди со светлой кожей или со смуглой? Это люди с более темной кожей. Следующий слой кожи называется дерма. Он содержит нервные окончания, кровеносные сосуды, потовые и сальные железы. Нервные окончания сообщают тебе информацию о предмете, с которым соприкасается твоя кожа. Так, на участке кожи размером с небольшую монетку расположено около 35 нервных окончаний, различающих холод или тепло, прикосновения или давление, боль. А еще на этом участке кожи расположено около 1 метра крошечных кровеносных сосудов и множество потовых и сальных желез. Крошечные кровеносные сосуды поддерживают здоровье клеток кожи, принося им кислород и питательные вещества, в которых они нуждаются. А уносят углекислый газ и ненужные остатки питательных веществ. Сальные железы вырабатывают кожное сало. А потовые железы, хоть ты этого и не чувствуешь, постоянно выделяют пот через поры кожи, крошечные отверстия, которые смешиваются с кожным салом и образуют немного липкую защитную пленку. Это делает твою кожу водонепроницаемой. Она не пропускает влагу и не набухает. А еще защитная пленка закрывает отверстия пор и предохраняет тебя от попадания в организм вредных микробов. А их на грязной коже очень много. Так, в одном квадратном сантиметре грязной кожи их насчитывается 40 тысяч. Кожа ежесекундно сообщает тебе, жарко организму или холодно. И не только сообщает, а немедленно принимает меры, стараясь сохранить температуру тела постоянной. Когда жарко, сотни тысяч крохотных потовых железок начинают выделять капельки пота, которые выходят через поры кожи. Кожные железы вместе с влагой выносят из организма избытки солей. Ты в этом легко можешь убедиться, если лизнешь языком влажную от пота кожу. Она будет соленой. А доказать наличие защитной пленки на коже поможет опыт с иголкой. Возьми двумя пальцами иголку, лежащую на столе. А теперь вымой тщательно руки с мылом, вытри насухо полотенцем и попробуй снова взять иголку двумя пальцами. Это окажется не так-то легко сделать, потому что ты смыл липкую пленку. Но не волнуйся, через некоторое время липкая защитная пленка образуется снова. Третий, самый глубокий слой кожи называется подкожным слоем. Он состоит в основном из жира, который помогает сохранить твоему организму тепло и смягчает удары, когда ты падаешь или ударяешься. Твой организм очень умный. Он знает, как поддержать свою температуру тела около 37 градусов. При такой температуре человек чувствует себя здоровым. Итак, кожа состоит из трех слоев эпидермиса, дермы и подкожного слоя. Вы можете рассмотреть под лупой тыльную поверхность кисти. Вы увидите рельеф кожи. Кожа как бы разделена бороздками на треугольные и ромбовидные дольки. В их углах вы увидите небольшие отверстия, поры, через которые выходят волоски. Продукты сальных желез выделяются через эти отверстия и поднимаются по стержню волос. Под лупой можно увидеть, что кожа блестит. А на кончиках пальцев кожа имеет особый рисунок. Этот рисунок у каждого человека свой, и он никогда не повторяется. Крохотные дырочки в эпидермисе кожи, поры, это протоки потовых и сальных желез, выходящие на поверхность кожи, можно увидеть на лице человека невооруженным глазом. И помните, что самое удивительное? Кожа постоянно обновляется. Старый слой осыпается, а под ним уже готов новый. Сегодня на уроке вы узнали о самом большом органе тела человека. Познакомились со строением кожи и с ее значением. На этом наш урок закончен.